Всем наигромаднейший привет и вы на канале Супер Гекты. Сегодня я хочу вам показать свои новые покупки от компании Avon. Да-да, очень давно я ничего там не заказывала, потому что за последний год я очень остыла каталожной косметики. И это в частности декоративная косметика, но все-таки кое-что мне у Avon безумно нравится. И это и кели для душа из серии Sandsons. Это просто вот такие вот гели, я их обожаю, поэтому естественно раз в год можно и обновить свою коллекцию. Или просто дополнить теми же, которые уже были, поскольку у них много интересных продуктов и их можно с удовольствием повторить. И конечно же мне нравятся у компании Avon некоторые ароматы. Далеко не все, конечно же, но некоторые действительно стоящие. Итак, давайте собственно начнем. И этот заказ был сделан по каталогу 10-16. Ну что ж, вот мои любимчики. Целых 4 штучки вкусняшек. В этот раз проходила замечательная акция. Покупайте три геля и они вам выходят дешевле, чем если вы берете по отдельности. Ну давайте начнем вот с такого. Это прохладный оазис, мягкий зеленый чай. Правда звучит очень привлекательно. Увлажняющий гель для душа. Да, и написано на каждой упаковке, что они с витаминным комплексом. Но это, к сожалению, такой очень-очень сильный блеф, откровенное вранье. Потому что здесь в составе, который я прочла, вообще даже намека нет на витаминки. Одна химия. Ну ладно. Просто неприятно, когда вот так вот откровенно обманывают. Ну не стоит, право слово. Они мне и так нравятся, я бы без этого взяла. Ну да ладно, давайте я вам озвучу аромат вот этого витаминного комплекса. Запах древесно-мятный. Для меня это так. Да, я ощущаю зеленый чай, но мне нравится, что здесь в приоритете древесные нотки. На фоне зеленого чая и мяты. Причем мята здесь вовсе не солирует, а скорее идет фоном. Мягким фоном. Аромат этого геля воистину летний, освежающий и одновременно имеет такую вот пикантную деревянную ноту, которая делает его еще и каким-то загадочным, на мой взгляд. Так, дальше. Дальше, что я вам хочу показать, это антистресс. Увлажняющий гель для душа. Написано иланг, иланг, и почули здесь содержатся. Ну что ж, давайте тоже вам скажу об аромате и момент. Так как я давно не заказывала, а последний раз, когда заказывала, у них были крышки другого плана, то хочу вам сказать, вот эти мне не нравятся. Да, у них вот на выходе теперь лучше. С одним из них я уже приняла душ. Да, на выходе теперь легче выдавливать гель, но, к сожалению, сами крышки, они уже совсем какие-то убогие. То есть здесь вот, смотрите, закрываешь, вот, и она вот здесь вот сверху прям остается. Ну что это такое? И тебе приходится еще раз нажимать. Открываются они, кстати, тоже проблематично. В общем, это, конечно, минус, зря они переделали их, если честно. Они стали какие-то совсем бюджетные. Иланг, иланга я здесь не ощущаю, уж тем более почули. А вот пахнет, ну, исключительно ванилью. Причем такой приторной ванилью, и даже не кондитерской, да, как можно было бы подумать, а именно какой-то вот восточный, слащавый, тяжелый. Вот этот аромат мне не понравился. Я не знаю, как он будет раскрываться в душе непосредственно, но в данный момент он какой-то совсем, может, не летний, опять же, может, не вовремя. Если бы, скажем, приехал ко мне такой гель зимой, я бы радовалась ему куда больше или осенью. Далее, еще один гель, который мне очень понравился, из бутылька. Опять же, это витаминная коллекция. Восхитительный сад. Малина, яблоко-черная смородина. Так, давайте я вам опишу, как пахнет из тюбика. Ай, ну это такие леденцы бон пари. Вкусно, вкусно. Мне сразу понравилось. Я когда вдохнула, действительно, как будто бы прям у меня какие-то витамины прошли, знаете, вовнутрь. Прям я ими насытилась. Запах такой прям сладкий, сладкий, сочный, ягодный. И да, в первую очередь я почувствовала черную смородину очень ярко. Затем вот и малину. И даже прям при стильной фантазии здесь можно чувствовать как легкую такую кислиночку. Ну вот да, вот это прям витаминки. Но при этом, да, одновременно и пахнет вроде вот всем вот этим, да, ягодным коктейлем. Но несмотря на то, это все же не натуральный, аромат не натуральных ягод, а именно вот заключенных в карамельке бон пари. Да, яблоко здесь, кстати, а может быть вот эту легкую кислинку и дает? Яблочко, возможно. Приняла я с ним душ и восхитилась пеной. Пена была такая прям нежная. Затем хочу сказать, что волна не очень приятных эмоций меня посетила, когда я окунулась в эту приторность. В ванной это настолько все было приторно, что просто ужас. Но мне как-то, да, в общем, это на любителя, слишком приторно. Но опять же хочу отметить, когда я вышла из ванной комнаты, подошла к мужу, он сказал, господи, как от тебя приятно пахнет, чем это? Да, то есть у него возник тот же вопрос, чем же так вкусненько пахнет, что он прям кайфанул даже. Настолько приятно. То есть видите, он действительно насыщенный и в ванной, может быть, я не исключаю, что опять же сейчас лето и нет настроения вот такие приторности на себе варенье такое, да, размазывать. Но, скажем, вот осень наступит и я думаю, что наверняка буду получать от него совсем иное впечатление и, возможно, даже удовольствие от этого аромата. Я сейчас имею в виду, разумеется. И гель для душа летняя коллекция, бразильский коктейль, лайм, ром и мята, освежающий гель для душа, ром, мята, да вы что, написано с натуральным маслом, вот тут я не читала, не знаю, авось, есть. Этот аромат для меня исключительно мужской. Можно, конечно, предположить, что здесь есть аромат рома, может быть. Вот ром, мята, лайм, да, ну, вы понимаете, это довольно-таки с грубыми нотами гель для душа, но при этом он не, вот, по крайней мере, с тюбика не сильно разит, то есть здесь, не знаете, такая какафония ароматов и ты прям, аааа, господи, что за ужас, да, нет. Пахнет как пена для бритья мужская, вот, прям один в один. Поэтому, а выглядит, да, не похоже, что это прям исключительно мужской гель для душа, тем более у них там есть вроде мужские серии, и насколько я помню, в мужскую серию этот гель для душа не был отнесен, но он исключительно мужской, поэтому, если аромат, да, я имею в виду. Если вы захотите приобрести вот этот гель для душа, то имейте в виду, вы можете встретиться с чем-то, чего даже не ожидайте. Теперь я хочу вам еще одну покупочку показать, это вот такая покупка, серия Naturals для лица, сияние лепестки розы, этот тоник меня привлек именно этим, лепестки розы, звучит так классно, тоник для лица и лепестки розы, здесь 150 мл, я пока его еще не пробовала, но уже восхитилась ароматом розы, действительно пахнет розой нежно, женственно, красиво. Ну и немножко, знаете, напоминает шиповник, аромат, ну, конечно, в основном это роза, такая садовая. А теперь я вам хочу показать то, что я давно хотела, глядя на флакон. Я смотрела на него, причем я смотрела на него в видеороликах, а не там в каталоге, да, так как я давно не заказываю, то я его там, естественно, и не могла увидеть, у меня их просто не было. Видела в видеоролике, я смотрела на этот флакон, и мне всегда казалось, что в нем заключен какой-то поразительный аромат, и что я хочу вам сказать, я не ошиблась, заказав его. Но еще хочу отметить, что мне повезло нереально, этот аромат мне обошелся в 585 рублей, по-моему, а вот в следующем каталоге я посмотрела, уже будет свыше 1000 стоить он. И я подумала, вот здорово, но это сама судьба, а не иначе. Что же это за аромат? Это аромат Beautiful Butterfly. Вау, смотрите, какая милая коробочка с бабочками. Такая красотулечка, нежный голубой цвет, который меня, в общем-то, покорил. Тоже, да. Я упаковку не видела, но увидев ее в заказе, сразу восхитилась. Эти бабочки, действительно, Butterfly. А теперь я хочу вас познакомить поближе с этим шикарным флакончиком. Видите, какая у него форма? На фото кажется, что это просто, да, такой овал, ну, обычной формы, но нет, он со скосом. Смотрите, вот так. Флакон не менее хорош, я вам скажу, но во всяком случае, меня он впечатлил тоже. И еще мне очень нравится, как он смотрится на моем туалетном столике. И посмотрите, сколько я уже истратила. Получив этот аромат, я просто в него влюбилась. Как только я сделала заказ, я пошла быстренько читать отзывы об этом аромате. И я поразилась тому, что я там увидела. В большинстве своем они были отрицательные. И основывалось это, в первую очередь, на том, что в данном аромате отголоски каких-то других ароматов от Avon. Что я хочу отметить в этом направлении. Имеется здесь такое, имеется. Но, несмотря на то, что он имеет какие-то отголоски от своих предшественников, друзей по своему каталогу, скажем так, тем не менее, он соткан из цельного, единого, собственного я. Да, да, этот аромат, несмотря на все это, абсолютно индивидуален. Я, конечно, не все ароматы у Avon пробовала. Но, тем не менее, могу ручаться, что это так. Тем более, что его сравнили с ароматом Incandensens. Ну, знаете, если говорить об этом, то это, может быть, здесь и присутствует. Но как-то уж очень далеко. Можно, да, услышать. Но все-таки нет. Во своей основе вряд ли. Больше я бы сказала, что он чем-то схож с Little Pink Dress. Но, тем не менее, опять же, все равно. Это только лишь отголоски, но не более того. Его сотканное, цельное я меня безумно привлекло. Как только я его на себя наношу, я чувствую яркую-яркую цитрусовость на фоне такой, знаете, сладкой карамельности. Красиво однозначно. Но это лишь начало, такое восточное, тяжелое начало, которое потом станет совсем легким и совсем воздушным. И давайте же перейдем к средним нотам этого аромата и, наконец, базе. И средние ноты, они ярко цветочные. То есть на фоне вот этой цитрусовости, приятной такой, классной, влазит цветы. Я ярко ощущаю горденью и жасмин. Но жасмин здесь выполнен корректно, деликатно, ненавязчиво. Так как я жасмин в ароматах не люблю, то для меня это имеет огромное значение. И окунаясь в эту воздушную женственность, я чувствую, что я порхаю, как бабочка. Я бы даже сказала, что действительно этот аромат, аромат бабочки. Прекрасной бабочки. Когда она летит, порхает своими крылышками и разносит этот чудесный аромат, на который нельзя не обратить внимания, который несет за собой шлейф. Красивый, цветочный шлейф с аккордами нежного цитруса. Он волшебный. Я в нем будто парю в облаках. И мне даже видится, знаете, какой-то храм. Насколько он искренний, насколько он чистый, сверкающий. Мне безумно нравится этот аромат. Я вам скажу, я в него влюбилась. И его концепция с бабочками очень хорошо передана, что не может не радовать. Действительно, наверное, сложно так передать аромат. Но это же просто чудо. Это просто чудо. Так что, если хотите себя чувствовать бабочкой, если хотите себя чувствовать женственной, счастливой, то действительно этот аромат вам приносит счастье. Я в нем чувствую себя просто гармонично. Настолько все хорошо и прекрасно. Настолько на душе легко. Ну вот, летящий такой эффект. Эффект того, что все прекрасно. Этот аромат подойдет под платья. Легкие платья. Ну, как мне сразу видится, конечно, таких голубых оттенков. Или зеленоватых оттенков. Но, как вот тут, таких нежных зеленоватых оттенков. Они ярко-зеленые. Стойкость данного аромата тоже меня порадовала. На моей коже данный аромат держится целый день. То есть, с утра я нанесла, и к вечеру я все равно его ощущаю. Может быть, не так интенсивно, но все-таки чувствую. Ну, а на одежде, вот я как набрыскала первый раз, так вот четыре дня уже на той одежде, которую тогда одевала, этот аромат держится. И он по-прежнему красив. Чем этот аромат еще, на мой взгляд, хороший? Это тем, что он как вышел на свои окончательные ноты. Окончательные ноты это все-таки цветы, цитрус и уже древесные ноты с легкой ванилью. С легкой ванилью. С легкими отголосками ванили. Вот так он и будет уже звучать. Это красиво, это прекрасно. Он не меняется. Он не меняется вообще окончательно. То есть, как вот я говорю, он раскрылся до конца, то так он и будет играть на всех этих... Причем именно играть. То есть не то, чтобы он там раскрылся и плоско звучит в какой-то какафоне ароматов. Нет, он именно звучит так же женственно, так же красиво и так же интенсивно, что характерно. То есть он не звучит прям совсем приглушенно. И его там вообще дайте-ка я принюхаюсь, услышу. Нет, он звучит так же ярко, насыщенно. Это прекрасный летний аромат и весенний. Но в помещении, к сожалению, мне с ним душновато. То есть, когда я наношу его только-только и хожу там часа два с этим ароматом, он становится душной. Теряется его красота. Поэтому его надо выгуливать, однозначно надо выгуливать. Он исключительно уличный. Гуляйте и радуйте окружающих красивенным ароматом бабочек. Я, в принципе, все рассказала. И на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, вам понравился он и был интересен. Если это так, то порхая как бабочки, лайкните данный ролик и подписывайтесь на мой канал этот и канал Гекта Лайв. Ссылка будет в ролике. Пройдите, подпишитесь. А также будет ссылка в инфобоксе. И не забываем, не забываем мои замечательные бабочки разносить на своих крылышках данный ролик. А для этого вам нужно просто нажать поделиться этим роликом в группе ВКонтакте. И вы будете у меня просто умничками. Всех люблю, целую и всем пока.